Что бывает, когда ты играешь на Самонире в одиночку? Это будет легко. И с самого начала я бесстыдно предлагаю подписаться, ведь ты всегда можешь отписаться в конце видео. Совсем недавно я понял, что когда я играю в террарию, я обделяю вниманием призывателя, очень сильный класс, который еще и прокачали в обновлении 1.4. Мои предпочтения идут как стрелок, маг, ближник, призыватель. И меня даже друзья начали стыдить за то, что в итоге ни одно прохождение с ними меня не было за Самонир. Чтобы исправить свои прегрешения, я подумал повыделываться и пройти террарию на максимальной сложности, но без хардкора. Ну потому что с хардкором играю только шизы с пятью тысячами персонажей. Для дополнительной боли мы используем мастер-мод, сид форзе-возе и собственно самого Самонира. Таким образом, это прохождение можно назвать как террария МФС, или же переводя с английского террария МФАКОС. С невероятно правоафанным призывателем это будет легко, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха, я набрал. Самонир самый слабый и любой другой класс с этим челленджем справился бы намного легче. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. А теперь немного предыстории к тому, что происходит на экране, чтобы не было недопонимания насчет персонажей. Главное правило, нельзя наносить урон других классов. То есть, если оружие говорит дальний урон, то, очевидно, это оружие рейнджера. Использовать его нельзя. Я забыл записать первую половину прихардмода, но убеждаю вас. Всё, чего я достиг, полностью возможно в ванильной террарии без прибегания к читам. Встречайте тень, она покажет, что к чему. В начале было слово, и слово было «Найди призывательное оружие». Самое первое, что можно получить не в Джорни, это слезня посох или флинкса посох. Тут уж как вам будет удобнее. Оба посоха нельзя найти в сундуке, они – результат убийства соответствующих мобов, слезни и флинксов. Но как мы будем убивать, если у нас до сих пор нет оружия? А чтобы получить его, нужно убить монстров. Можно просто умереть и ждать, пока рядом с твоей могилой не появится цветок Эбигейл. Но её урон с нашей сложностью и без бустов в виде дополнительных миньон слотов сосёт жопу. А также это просто скучно. То я могу предложить ещё кактусовая броня. С обновлением 1.4 она наносит контактный урон. То есть теперь вы можете атаковать как враги. Но в достойном мастере это тебе не поможет. Тут почти все враги наносят 100 контактного урона. Так что это скорее защита, чем атака. Нужно что-то сильнее и безопаснее. Угу, безопаснее, блин. Лава – урон самого мира, а не игрока. И он наносится всем нелетающим мобам. Вы ведь сейчас поняли, как я красиво поставил правило А? Нам просто нужно взять ведро, набрать лаву и вылить его на врага. Вменно вернуть лаву обратно. Враг получит жирные уроны горения. И после пары тройки ведер, многие умирают. Про лут можно не беспокоиться. Если ты моментально подбираешь лаву, ничего не сгорит. А если она всё же разлилась? Надеюсь я на то, что разлилась она ооочень тонким слоем, который не позволит вещам сгореть. Советую начать с аффлинксов, хоть их мне искать пришлось долго. Они дропают мех, который используется в крафте жезла. А также из него можно сделать прикольный плащик, который добавит плюс один к призываемым миньонам. Я вообще забыл о его существовании и в принципе хорошо справился без него. Но вы можете не терять дополнительное время. Если вы всё же желаете слине посох, то вот как его получить без миллиона слизней. Эмммм, придётся найти статую слизня, так что всё равно не советую. Если нашли, ищите место с тротиковой ловушкой, заменьте ловушку на статую, разлейте под ней лаву и закройте блоками. Так каждый раз, активируя нажимную плиту, ты будешь спаунить слизней. Статуя слизня – одна из немногих статуй, из которых появляются мобы, дропающие предметы. Если хотите ещё облегчить процесс, найдите больше статуй или выловите ловушачью лавку. Она позволит прыгать, не отжимая пробелы. С ней можно самому закрыться в коробке, что увеличит частоту спауна слизней. Честно, я не знаю, зачем себя так истязать. Так как твои миньоны – лоботрясы, после получения одного из жезлов нужно моментально отправиться в биом джунгли. Тебе нужен хлыст, чтобы хоть как-то защищать себя. Мы ищем жало, лозы и споры. Ради хлыста. Можно, конечно, запариться и подождать прибытия зоолога. Но фурии запрещены! Но типа разрешены мускры. В итоге зелёная хлисталка сильнее обычной и может быть жизненно необходима, так как тебе нужна каждая единица урона. Пока ты прячешься в стенах, а твои миньоны убивают гигантских пчёл, тебе нужно собирать золото и кристаллы жизни. Золото нужно, потому что этот небольшой бус защиты от брони позволит тебе получать на одну тычку больше. Ах да, раз уж ты в джунглях, найди когти монстра. Это мастхэр. Автоатака хлыстам полезна, а тебе придётся выжимать максимум урона из всего. Не гарантируя, что ты соберёшь нужные ингредиенты за 5 походов, но это не так сложно. С такой экипировкой уже можно победить класс Ктулху, хоть у меня это на первый раз и не получилось. Победа над ним несёт лишь один приятный бонус – щит Ктул, который можно использовать для уклонения. Следующий на очереди – Дирк Лопс. Босс из кроссовера. Призывалка крафтится из линз биомной руды и мехов линксов. Да, тебе от них не отвязаться. Строим небольшую арену в зимнем биоме и призываем. 28к хп? Как я должен это побеждать? На самом деле это легчайший босс прохождение. Просто потому, что он не исчезает после твоей смерти. Твой идеальный забег – это нанести 2000 урона. Твой обычный забег – добежать до арены и ударить его на 10 урона, забыв даже призвать своих рабов. А потом сдохнуть, потому что ещё и хила не было. Ну шо, удачного фарма на 3 часа? Всё это ради посоха Турельки. Она хоть и не наносит много урона, зато не занимает слот миньона. Также босс предмет поможет тебе избавляться от врагов быстрее. И к счастью, там не написано, какой урон он наносит. Где-то после этого я лопнул одну сферу тьмы. И гоблины пришли терроризировать мой неправильный город. Кстати о городе. Я не хотел строить обычные скучные коробки. Но мне лень было заморачиваться с постройкой шедевров. Поэтому я просто решил построить коробки в сфере. И потом понял, что сфера будет до космоса изобил. Именно поэтому у дома такая странная форма. Не поймите меня неправильно. Гоблинское нашествие очень неприятное. Ведь твои миньоны целят одного-двух врагов. Когда на тебя самого нападает эта свора. Тут поможет только хлыст. Единственная плюшка от нашествия, стол для совмещения артефактов. И раз уж я его получил, я скрафчу ботинки терраспарка. А то не порядок какой-то. Это единственная ачивка, которую я не выполнил. В итоге стремление к этому достижению конкретно меня вымотает. Примерно на этом моменте я и начал записывать. В следующем на очереди по прогрессу идет пожиратель миров. Почему не королева пчел? Потому что ее победить в данный момент невозможно. Но это спойлер к следующему выпуску. Пожиратель всегда был легким боссом. И он нужен нам для открытия тарактирщика и нашествия армии древних. Так как все турели, которые он продает, имеют призывательный урон. Получение этого алкаша очень важно для прогресса. Для начала нужно построить арену. Попутно убивая мобов, которые дропают гнилую плоть. Она понадобится для призывалки червя. Пока я строил, мне выпали три части древнего теневого сета. Как жаль, что не полного. Кому нужны еще одни штаны, пишите в ЛС. Перед великим сражением с непозвоночником Ктулху, нужно сделать жизненно важную покупку у странствующего торговца. Охраняй этот мир, бравый воин. Так как я уже всадил все теневые сферы в попытке понять настоящую силу червя, мне пришлось вспомнить рецепт, которым не пользуется вообще никто. Пища червя создается из 15 гнилой плоти и 6 злобных грибов, переработанных в порошок. Мне также жирно не повезло и с биомовым карабшином в моем мире. Его ооочень мало. И половина – зараженная пустыня, в которой грибы не растут. Я даже пытался отстроить траву вместо песка. Но без семян это невозможно. А мне лень. Зато в мире Форзе-Бозе заражение встречается на всех летающих островах, так что можно растить грибы там. А вот вам тезис – не держи зеркало в ходу баре. Для начала я походил по всем островам, набрал нужное количество грибов. После этого пошел крафтить призывалку. Вспомнил про переработку грибов в порошок и отправился обратно домой. Во второй раз Малеволенс не совершит ту же ошибку и, наконец, призывает босса. Субтитры сделал DimaTorzok Ах да, я же рукожоп. На самом деле, на тот момент в Порче еще были теневые сферы. Просто они были в таких неподходящих местах, что призыв босса моментально бы меня убил. Но он и без них, и с ними убил. Да. После этого я сделал еще одну попытку. Из червя выпало совсем немного теневой чешуи. Но у меня уже закончились призывалки. А опять исследовать мир ради грибов было лень. И я решил эту проблему иначе. Зашел в мультиплеер. Отстроил летающий остров, чтобы на нем росли грибы. Оставил игру и смотрел на розы грибов через второй экран. Когда я сам отдыхал. Мультиплеер тут очень важен. Ибо когда ты не фокусишь окно террарии в синклплеере, мир замирает. Как на автопаузе. Отдыхал я так мощно, что заметил красный оттенок мира только на половине кровавой луны. А сразу побежал рыбачить. Кровавую луну можно выловить врагов, из которых падает жезл в эмпирской лягушке. Само насильнее, чем Флинкс. Мне сильно повезло, и с первого врага выпала специальная удочка. Повышающая шанс вылова врагов. А со второго, нужный жезл. Так что удочку я даже не успел использовать. После этого я вернулся на остров охранять мастер-изумруд. Совершил еще одну неудачную попытку победить червя. И вернулся обратно. С этого момента, моя жизнь состояла из такого цикла. Заметить и собрать грибы. Сделать призывалку. И умереть от червя. Я буквально сидел и пилился во второй монитор как охранник. Пытаясь наконец заметить хоть один гриб на плохо освещенном острове. Используя минимальную яркость монитора. Со стороны это наверное выглядело как... Где грибы? Вы уже могли задаться вопросом. Зачем я вообще пытаюсь его победить? Если у меня даже половину здоровья не получается снести. Для того, чтобы выучить его движение и выклоняться от каждого. Ладно, я вру. С моей экипировкой возможно уничтожить минимум один сегмент червя. А с этих сегментов иногда падает теневая чешуя. Если за время битвы я смог убить один сегмент и с него выпала чешуя, то это уже нам на руку. Мне было нужно только 6 чешуек. И на это мне понадобилось где-то 6 призывалок. Не очень экономно. Забрав чешую, можно сделать кошмарную кепку. Ну вы знаете куда это идёт. Время увлекательной добычи холлстоуна. Во, теперь достаточно. Крафтим лавовый сачок, посух чертилы. А также весь блин литой сет для увеличения защиты. Ну и на остатки можно сделать кирку. С такой экипировкой у меня всё получится. Вы ничего не видели. К этому моменту опять пришёл странствующий торговец. Я купил у него брошку в форме сердца. А также из чешуек от проигранной битвы, я доделал обсидиановый сет. Наконец-то броня призывателя! Такой экипировкой червь просто не может продолжать жить дальше. Самое главное, держаться вверху арены и не позволять себя взять в кольцо. А если прижали, ждать момент для отступления. Лыз тут играет немаловажную роль. Плевки пожирателя наносят больше урона, чем прямое прикосновение. Но их можно уничтожить прямой атакой. Не, ну ещё раз я обломаться так не могу, ведь... Да? Субтитры сделал DimaTorzok И вот спустя столько потраченных грибов, червь был повержен. Лут с его мешка менее полезный, чем с него самого. Но шарфик нам очень пригодится. Ради фана я сделал призывалку у короля слизней, раз корона у меня лежала без дела. И холи щит, это что? Отсылка на типикал кинг слайм он пинки с ревенш? Я немного не ожидал таких размеров и запаниковал. Но к счастью, это не пожиратель миров, и победить его намного легче. И это, пожалуй, всё, что я могу вам сейчас показать. В следующем выпуске я планирую победить королеву пчёл, стену плоти и, если приспичит, скелетрона. Обязательно заходите на мой дискорд сервер, чтобы накричать на меня за отсутствие скилла. Буду раз вас слышать. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Зун Вол Делак Субтитры сделал DimaTorzok